К нашему эфиру присоединяюсь уже для обсуждения этой темы Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкира и экономиста Александр Владимирович. Рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот знаете ли, мы обсуждаем всегда санкции, как такой вспомогательный инструмент для того, чтобы повлиять на страну агрессора. Но ведь на самом деле экономические ограничения, они способны достаточно сильно и мощно ударить, в принципе, по любой стране, потому что мы живем в современном мире, и обособится, как Путин говорил, что там импортозамещение, какая-то своя система внутренняя и так далее, но это просто невозможно в современном мире. Так вот, насколько ужесточение санкций, мониторинг исполнения санкций реально может нанести экономический урон стране-агрессору, чтобы это качественно повлияло и на ситуацию на фронте? Как вы считаете? Ну, здесь есть два аспекта. Первый аспект – это с точки зрения возможности военно-промышленного комплекса Раши производить оружие, боеприпасы. И второй – это влияние санкций на экономику в целом. Вот, если говорить о потенциале военно-промышленного комплекса, то оценка уже есть. Где-то в этом году поставки запрещенной продукции, это особенно относится к микроэлектронике, к чипам, сократились где-то на 19%. Эта эффективность санкций такая, ну, что-то мы видим, да. Если брать в целом экономику Раши, да, как санкции влияют вообще на ВВП этой страны, на жизненный уровень населения, то, ну, мои оценки остались прежними. Эффективность санкций я оценю в пределах 1-1,5% ВВП страны. Ну, это приблизительно так 20-30 миллиардов долларов, да, теряет экономика Раши от санкций. Это мало. Почему? Потому что в прошлом году ВВП этой страны был где-то 2 триллиона. 1% миллиардов – это очень мало. Вот. Поэтому надо работать с нашими западными партнерами над темой повышения эффективности санкций. Я в вашей передаче несколько раз говорил. Давайте замедлим все расчеты, которые производятся относительно запрещенной продукции для экспорта в Рашу или продукции двойного назначения. Ну, вот, как правило, один месяц должны идти эти расчеты. Оно так и идет, да, тенденция к этому и мы видим, да, сейчас две недели приблизительно. Так, давайте сделаем сразу на законодательном уровне, на уровне санкций, что все расчеты за продукцию чипов, которые прямо или опосредственно могут попасть в Рашу, должны где-то идти месяц. А за этот месяц фирма-экспортер должна проверить своего покупателя в том же Гонконге или, ну, Гонконг – это часть Китая, да, но с отдельными правами. Вот. Или в Китае в целом должна проверить, что эта компания существует, да, что она использует эту продукцию для производства мирной продукции, так, стиральных машин, холодильников, автомобилей, а не через реэкспорт направляется в Рашу, да, и ответственность за это должна нести компания-экспортер. А сейчас в Китае, в Турции, в Арабских Эмиратах много компаний-прокладок, которые создаются сами же гражданами Раши, да, и вот таким образом они попадают в военно-промышленный комплекс Раши, да. Ну, вот одно предложение. Второе предложение, еще более мощное. Смотрите, производителей чипов качественных не так и много, и другой микроэлектроники, которая нужна для производства ракет или самолетов, их не так много, ну, где-то в районе 20, может, даже меньше. Мое предложение такое, да, вот американцы выделили нам якобы 60 миллиардов помощи. Давайте возьмем 5 миллиардов и выкупим у этих компаний всю запрещенную продукцию на какую-то одну американскую государственную структуру, а та уже будет ее продавать вот конечным потребителям. И тогда уже будет падение запрещенной продукции в Рашу не 17%, а может и 97%. Ну, простые методы. Убытка от этого не будет. Просто будет предоплата, появится один большой посредник, да, не фирмы-прокладки, да, а государственная структура, которая выкупает, а потом продает правильным покупателям эту продукцию. И тогда вопрос закрыт. Вопрос закрыт. А так мне не очень понравилась, ну, дефиниция Джанет Эллин, которая сказала, мы делаем все возможное в этих условиях, да, чтобы предотвратить поставки запрещенной продукции в Рашу. Нет, не все возможное, да, можно делать больше, лучше, качественнее и быстрее. И, надеюсь, кто-то посмотрит в Соединенных Штатах нашу передачу, ну, я еще пост, наверное, напишу про это, да, и примет более радикальные методы. Короче, тут еще возникает вопрос, а готовы ли те или иные страны, от которых зависит продажа данных чипов, да и в целом любой электроники, готовы ли они отказаться от, ну, как бы это ни звучало цинично, но прибыли на свои банковские счета? Да, ведь когда идет речь о закупках Россией на 4 миллиарда долларов той или иной электроники, это огромнейшие суммы, и явно просто так от них отказаться тот или иной продавец не будет готов. В данной дипломатической институции нужна какая-то альтернатива. А готовы ли союзники Украины предложить данную альтернативу, либо, ну, опять же, если мы видим, что не все готовы либо соблюдать санкции, либо ужесточать их? Ну, смотрите, вот мое предложение, это и есть альтернатива. У компаний-производителей высокотехнологических продуктов, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе «Раши», у этих компаний по рыночным ценам продукция выкупается даже наперед. Идет предоплата, да, вот на этот год всю такую продукцию нужно выкупить, а потом продавать ее тоже по рыночным ценам правильным компаниям. Не прокладкам рашистским, да, а правильным компаниям, которые производят цивильную продукцию в том же Китае, в Гонконге, в Арабских Эмиратах. Вот в чем суть предложения. Здесь заинтересованность остается. Это предложение якобы административное, но оно учитывает интересы и производителей, и честных покупателей. Только выбрасывает из этих сделок структуры, которые работают на военно-промышленный комплекс, разведку, ФСБ России. Вот суть предложения. Спасибо. Услышали вас, Александр Владимирович. Спасибо за ваше участие в нашем эфире. Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист с нами был на прямой связи.